Фасады домов приводят в порядок. Сотрудники спецбригад управляющих компаний взялись за валики и скребки. Чистят и красят. Наводят марафет. По весне, говорят, граффити на фасадах появляются как подснежники. А к мае необходимо все здания привести в порядок. Галина Марыкова работу меряет квадратными метрами. Дневная норма не менее 20. А еще нужно очистить стены от незаконных объявлений и заделать трещины. Очищаем, объявления очищаем, вешают. Где-то какие-то трещины подмазываем. Ходим, закрашиваем. Цекаля у нас ремонтируем. Разрушения нижней части идут. Рука об руку с малярами трудятся кровельщики. Восстанавливают после зимы водостоки. Где-то трубы поломали хулиганы, где-то повредили снег и время. К преображению фасадов подходит комплексно. Так производительность труда повышается. Комплексно, бригадным методом, чтобы сразу сделать, допустим, пришли дальше. Уже порядка, наверное, 168 домов мы сделали уже, восстановили. Но еще у нас есть задачи, которые нам подсказывают, мы делаем, чтобы все нормально, жители были довольны. И чтобы прийти в нормативное состояние всю систему водоотведения, скрыжения, сооружений и фасадов. Во время работы особое внимание из техники безопасности. Тротуары возле домов ограждают сигнальными лентами. Проводят инструктаж сотрудников. У этой управляющей компании в графике еще 250 домов. Всего же в Самаре за время весеннего благоустройства от граффити и объявлений очистят фасады более 2500 домов. Отремонтируют порядка 700 водосточных труб и около 250 цоколей. Марина Кравцова, Константин Головин. События.